Стив Картинс, активист движения «Красивый Петербург». Ну, соответственно, я здесь начну, наверное, нашу коллегу. Пожалуйста, приглашаю поближе, наверное, Илья, Влад. Тут розетка. А, ну, собственно, мы в теплице вообще… А, нам нужно микрофон говорить, да? Его можно здесь так оставить или это лучше прямо перед собой держать? Лучше перед собой, лучше слышать. Хорошо. Да. Ну, собственно, изначально, когда мы появились в 2012 году, мы думали, что вот вся Россия будет, собственно, продвигать, использовать мобильные приложения. Я думаю, многие спустя четыре года смогу развития рынка мобильных приложений. Все думали, что это будет… что все начнут, собственно, ими пользоваться. Вот. Но… У нас какая-то проблема. Влад, может… Вот. Но, на самом деле, так не оказалось. На самом деле, приложения первые стали появляться только в 2013 году и только где-то в 2015 и 2016 появились новые приложения, на мой взгляд, значительно более… на значительно более высоком уровне рефлексии. Вот. И сейчас… вот он нам подключит, собственно… Так. А где находится твоя презентация? Ну, она находится в папке UPF. На флешке, да? Да, на флешке. Вот. 2011. Mobile Apps. Первый файл. И полноэкранный режим. Нет. Полноэкранный. Полноэкранный режим. Вид. Полноэкранный режим. Да. Вот. И, собственно, ну… почему это важно, да? Почему это важно нам? Во-первых, потому что в 2014 году, да, мобильный трафик превзошел обычный трафик с нормальных компьютеров. Вот. Еще во втором полугодии 2015 года использование мобильных телефонов увеличилось еще на… сколько там минут? Почти что на целый час, да, то есть люди активно используют мобильные телефоны, но при этом… при этом у них большая часть – это компьютерные игры, да, какие-нибудь там Angry Birds, Facebook, и еще 20% просто использования каких-нибудь мессенджеров. Вот. То есть фактически мы говорим о том, что большую часть всего времени, которое люди в нарастающем режиме используют на мобильных телефонах, при том, что многие, больше 50%, по крайней мере, в Америке, первым, что они делают – начинают проверять мобильный телефон. И сейчас даже в России проникновение мобильных телефонов – это около 80%, но при этом это не всегда количество, не всегда конвертируется в качество. и что можно увидеть – это то, что, несмотря на доступность, казалось бы, внимание к конкретным мобильным приложениям, значительно ниже. Вот. И статистика, несмотря на то, что мы все… да, у кого есть мобильный телефон? У всех, наверное, смартфоны, наверное, есть, да, и не один, наверное, но 25% мобильных приложений не используется никогда. 26% тех, вообще, которые скачались, не используют, не используются больше одного раза. 45%… 45% пользователей не нравятся, как выглядят их мобильные приложения, да. Но при этом считается, что, например, где мобильные приложения активно играют роль, например, во всех вопросах, связанных с изменением поведения, используемые родители для их детей. И здесь различные обучающие приложения и так далее и там подобное. Вот. Ну, я для себя, по крайней мере, мы… вот тщательно… у нас есть раздел «Инструменты», в «Теплице» уже более 4-х лет описываем различные примеры использования гражданских технологий. И здесь какие есть жанры, да. Во-первых, есть жанры помощников, они используются во многих… во многих областях, да. Будь то это приложение, которое позволяет вам сканировать, насколько у вас экологичные продукты, да, как жить по зеленке, да, как перерабатывать, вот. Как, собственно… так, еще какой-то «iMatter», как общаться… ну, это, в общем, здесь различные помощники. Во-первых, благотворительные, да, и здесь есть приложения, достаточно тоже в большом количестве, и в России, наверное, они наиболее были популярны, да, «Обнаженные сердца», «Помощь детям», «Фонд «Бэлла»» и так далее. И, наконец, вот в 2016 году One Today, вывестил Google, который ввел еще геймификацию. Помимо того, что у вас есть стандартная альтруистическая мотивация помогать, так вы еще и бейджики получаете. Ну и, конечно же, здесь мы будем говорить о приложении, которое связано, в том числе, с приложением «Насилу нет», которое создавал «Анна». Это кнопки помощи, причем в совершенно различных видах. Приложение SafeTrack не предлагает вам нажать на кнопку помощи, а наоборот, говорит, что если вы где-то идете, то вы держите на экране палец и снимаете его только тогда, когда вы, собственно, уже находитесь вне опасности. Соответственно, приложение Circle of Six предлагает с помощью кнопки обратиться к шести своим друзьям, а приложение Companion ведет вас по какому-то конкретному небезопасному маршруту. Ну и, если суммировать, то все эти приложения сводятся к нескольким функциям. Быстро дать информацию, отправить сообщения, изменить поведение. И здесь мы говорим не только о мобильных на наших маленьких компьютерах. Да, мы говорим… Алло, сказал и перестал говорить. Это в том числе, например, надевашки. Соответственно, это какие-то там приложения по влог, да, которые убьют вас небольшим зарядом тока, если вы, например, решите покурить. Вот, и подобные всякие вещи. Стимулирует эмпатию, и здесь активно в раздел мобильных приложений выходит все, что связано с виртуальной реальностью, и побудить к действию, да, побудить к действию с помощью пуш-уведомлений, с помощью встраивания в какие-то ситуации. Ну и здесь, конечно, наступление виртуальной реальности шло достаточно давно. Здесь приложение Be My Eyes, которое помогает, например, слепым людям с особенностями зрения, да, им нужно что-то посмотреть, они связываются с базой волонтеров, вот, пока используют свою камеру, и те волонтеры, которые могут дешифрировать действительность, могут таким образом что-то рассказать незрячему человеку. Здесь также приложение, которое как раз по поводу… Здесь если не только эмпатия вовлечена, но и вовлечение, собственно, непосредственно практическая какая-то функция, то это скорее вопрос эмпатии, это приложение, созданное экоактивистами, которое позволяет вам посмотреть, что будет с вашим городом, если произойдет потепление климата, вот, и, соответственно, насколько ваш город будет подтоплен, затоплен водой. Ну и, конечно, я думаю, в этом году, да, особенно после печальных событий с Русланом Соколовским, да, видеоблогером, который просто за использование виртуальной реальности и описание этого попал в СИЗО и был осужден, да, это «Покемон Гоу», но вот если вы посмотрите, например, рекламу и очень советую посмотреть на «Покемон Гоу», это, соответственно, и лето этого года, да, то действительность там скорее она не ведет к какому-то более приятному, прекрасному будущему, а скорее к абсолютной такой антиутопии, да, к черному зеркалу, да, как оно описано вот в известном сериале и так далее. Но помимо этого, да, виртуальная реальность, которая используется, по крайней мере, для многих именно для загружения и для какой-то общественной деятельности – это не единственное. Мы еще видим наступление чат-ботов. Все знают, что такое чат-боты? Нет? Чат-боты – это программы в мессенджерах, которые позволяют, собственно, многие, которые позволяют осуществлять многие функции, которые, собственно, сейчас осуществляют мобильные приложения. Здесь, конечно, принцип в том, что они пропросты, они живут в тех мессенджерах, которые вы уже используете, да, в Facebook мессенджер, Telegram, может быть, кто-то использует в «Ноклассники» мессенджеры, вот, или ВКонтакте. Но, так или иначе, это действительно, они тоже становятся новым поколением, новым поколением мобильных приложений. Вот. И здесь, вот, собственно, по крайней мере, то, как картину общую вижу я. И здесь я, наверное, умолкаю. Здесь, наверное, мы предоставим слово Анне. Анна, расскажите, пожалуйста, о вашем приложении. У вас очень необычный опыт, да, в отличие от многих других некоммерческих проектов. Вы собирались сами, вы разрабатывали сами. И, вот, очень интересно послушать о вашем опыте не только с точки зрения функций, но и всего процесса. Пожалуйста. Да, конечно, презентация будет, да? Да, 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 разумеется. А как лучше сначала, наверное, рассказать про само приложение, а потом уже, да, будет понятно, что да как. Но я могу пока начать. Затея вообще сделать подобное предложение началась благодаря вашему хакатону, который назывался почти так же «Насилье.нет». Вот. И я точно помню, что когда мы заявлялись, мы были совсем не единственные с подобной идеей, с подобным предложением. Это свидетельство только о том, что идея очевидна. Подобные приложения существуют во всем мире, они с разным функционалом, они бывают там с разным выполнением. По сути, они выполняют эту же функцию. Вот. Но в России такого приложения мы не нашли, не видели и попробовали своим силам сделать то, что у нас получилось. Так выглядит главный экран приложения. У него есть четыре основные зоны. В верхнем левом углу это описание о том, что такое наше приложение. Потом, с другой стороны, настройки. И вот есть две основные функции, которые мы туда заложили. Первая – это кнопка помощи. То есть можно отправить сообщение и сразу уведомить близких людей о какой-то опасности. И вторая – это мы собрали всю базу всех кризисных центров, которые есть в России. И всю информацию мы находили исключительно в открытом доступе. К большому сожалению, это не так легко было сделать, как хотелось бы. Потому что информации о проблеме домашнего насилия в России вообще нет. Так, чтобы она была собрана вся в одном месте. Вот если нажать на главную кнопку помощи, то у нас есть возможность отправить сообщение, есть возможность отменить сообщение, поскольку можно отправить его случайно или по ошибке. В том случае, если сообщение отправляется, то приходит сообщение, в котором информируется… Есть строчка… Так, ладно, это потом… В общем, если отправить сообщение, приходит текст о помощи и геолокация, где находится человек, который отправил сообщение. В том случае, если отмена сообщения происходит, нужно ввести пароль. Об этом я тоже скажу чуть подробней. И вообще, все опции, они сопряжены с введением пароля для того, чтобы использование было безопасным. Так выглядят наши настройки. Первый настройка – сообщение. Вводится сам текст, есть подпись. Здесь специально предусмотрена информация, чтобы сообщение было не больше 20 знаков, а подпись не больше 10, чтобы принять можно было на любом телефоне. То есть, не обязательно смартфон, а абсолютно черно-белый, какой угодно. Каждый телефон вводится, как я сказала, до 5 номеров. При введении каждого нового телефона также нужно вводить пароль. Можно ввести неограниченное количество email-адресов, потому что это тоже… Наверное, почта не самый оптимальный способ информирования, но тем не менее, когда человек идет уже потом в полицию или в какие-то правоохранительные органы, то можно показать, когда произошло, что произошло и где находился человек, когда это произошло. И сохранить email намного проще, чем сохранить SMS-сообщение, например. Вот. Далее инструкции и опять-таки о приложении. Так выглядит возможность добавить email-адрес, и если все успешно, то при введении пароля тоже все сохраняется. Вот. И это самое главное, в моем понимании, это функция, где мы собрали всю базу, намного важнее, чем кнопка SOS. Ну, это мое мнение, возможно, это не совсем так. Мы собрали информацию, как я уже сказала, по всем субъектам Российской Федерации, и каждый центр, каждая вкладка про каждый центр содержит информацию о том, где этот центр находится, как туда позвонить, как туда написать, какой сайт и режим работы. Помимо этого, если нажимается кнопка маршрут, то устраивается возможность как туда добраться. И помимо этого, еще мы заложили возможность, что определяются ближайшие кризисные центры, которые находятся при использовании телефона. А, да, еще главное, у нас наверху можно сразу позвонить в горячую линию кризисного центра «Анна». И опять-таки проблема в том, что на сегодняшний день это единственная горячая линия, куда можно позвонить всегда для тех людей, которые столкнутся с проблемой домашнего насилия. Но для того, чтобы узнать о том, что есть кризисный центр «Анна», и для того, чтобы узнать, что есть это горячая линия, нужно очень-очень заморочиться, немножко говоря. Так выглядит у нас введение пин-кода. Как я уже сказала, при введении каждой новой информации запрашивается пароль. И, помимо этого, мы придумали еще несколько хитрых уловок для того, чтобы использование приложения было еще безопаснее, чем только введение пароля. Например, если происходит какой-то акт агрессии, и скажу мужчина, не скажу человек, скажу мужчина, потому что по статистике в абсолютном случае это мужчина все-таки является насильниками женщины, если мужчина видит, что женщина использует приложение и хочет просить о помощи, он требует, чтобы она отменила отправку сообщения, женщина вводит пароль в обратном порядке, мужчина видит, что сообщение отменилось, тем не менее, если она ввела пароль в обратном порядке, сообщение все равно уходит. То есть мужчина уверен, что никто не придет на помощь, что сообщение не отправлено, тем не менее, по идее, помощь уже где-то в пути. Опять-таки у нас в настройках есть наш адрес, как можно написать, что не так, что работает, что не работает. И нам пишут, и спасибо большое, что нам пишут, говорят, где мы можем что-то поправить. Приложение можно скачать как для Apple, так и для Android. Так это вот все выглядит. Можно писать по-русски на силе точка, нет, можно писать латиницей на силе, нет, можно писать N.N. И здесь я хотела сказать буквально два слова про реакцию. Мы вообще написали исключительно в Facebook о том, что у нас вышло приложение. Тем не менее, я очень рада, что за первые сутки было больше, чем 70 публикаций абсолютно по разным регионам. Но произошло это только по одной простой причине, потому что вместо того, чтобы представлять приложение по домашнему насилию для людей, которые столкнулись с проблемой домашнего насилия, как изначально мы его позиционировали, как изначально мы его придумывали, мы поняли, что после того, как прошел флешмоб «Я не боюсь сказать», которому было тоже большое внимание приковано, нашим приложением на самом деле может пользоваться любой человек, который может оказаться в опасности, и который хочет иметь вот такой вот простой механизм уведомления близких о какой-то экстренной ситуации. Вот, и это, наверное, все. А, ну, и сейчас так, все по презентации, могу сказать по поводу сбора денег. Мы не являемся некоммерческой организацией, мы не являемся фондом, у нас нет никакой юридической формы, мы являемся исключительно такой гражданской инициативой проекта, у нас в проекте всего два, это я и моя коллега адвокат Мария Дортьян, мы поняли, что мы, ну, в принципе, не знаем, как нам эти деньги получить и как нам их найти, но нам повезло, опять-таки, вернусь к разговору о Хакатоне, который проходил, где нам удалось разработать первоначальный вид нашего приложения, тогда в жюри была Алена Попова, общественный деятель, которая сказала, что ей наше приложение очень понравилось, и невзирая на то, что мы заняли второе место, она обещает, что мы придумаем, как собрать эти деньги и как все это создать. Нам повезло, что разрабатывали наше приложение наши друзья, они нам сделали всю работу с 50% скидкой, приложение обошлось нам в 242 тысячи рублей, мы провели благотворительный аукцион, мы нашли очень-очень добрую, прекрасную женщину Елену Фурман, которая отдала нам свое ювелирное украшение, которое было с первым лотом, и это был основной сбор, был за счет продажи этого изделия, это были Сергей Кортье с бриллиантами, и остальное мы пригласили всех, чтобы рассказать нам наше приложение, выпить бокал вина, пообщаться, и у нас был минимальный порог 1000 рублей. Конечно, большинство людей дали нам по 1000 рублей, но нашлись эти люди, которые... Одна, например, женщина, которая столкнулась с проблемой домашнего насилия, у нее был бывший муж полицейский, который много раз приставлял ей пистолет к виску, она нам подарила 50 тысяч рублей. Вот, и как-то так мы умудрились это сделать, и вот сейчас приложение вроде как работает, и у него нет никаких проблем, но проблема есть только одна, и проблема это создала я. Мы сейчас запускаем наш сайт, и тоже не с помощью теплицы, поскольку Леша сдала мне информацию про вашего лучшего волонтера, и мы сейчас с Александром Гусевым вот буквально скоро сможем рассказать про наш сайт. Но дело в том, что у нас там висел старый лендинг, и я не знала, что все настройки по приложению все тоже на нашем сайте, и когда я сказала Александру, что нужно запускать, я сказала, что можно все-все-все оттуда удалить, и поэтому, к сожалению, я не могу сказать актуальную статистику по скачиванию нашего приложения, потому что буквально пару недель назад у нас приложение не работало, и мы все перезапустили, но теперь все опять работает. Вот. Это все. Отлично. Коллеги, есть ли какие-то буквально пару вопросов на уточнение? У меня единственный вопрос был, что вы говорите, что жертве насилия нужно пароль набрать на прятки ввести. С точки зрения социальной статистики, в такой ситуации трудно вспомнить, как пароль набрать наоборот. Логичнее было бы сделать, чтобы любой абсолютно пароль мимитрировал бы под то, что отменимал на самом деле отправлял. То есть человек знает свой пароль, и когда он реально его введет, тогда отмена происходит по-настоящему. Если он вводит абсолютно любой, тогда... То есть вы сейчас можете взять ему телефон и отправить всем сообщение, потому что вы введете любой пароль? Нет, отмена на пароль, на отмена. То есть вот. Не в обратном порядке вводить то, чтобы это было отличное от реального пароля. Ну а где тогда вопрос о безопасности использования, что только тот человек, который знает пароль, сможет им воспользоваться? Нет, что происходит, когда вы набираете пароль обратно? Когда пароль набирается обратно, экран показывает, что сообщение отменено. Тем не менее, он на самом деле уходит, да. То есть получается. В следующей ситуации, возможно, будет сложнее вспомнить, как он обратно будет. Конечно, мне это совсем нелегко, я согласна. Пусть, что если же, он просто наделает четыре символа любых отличных от своего пароля, и случится то же самое. Отлично, коллеги. Понятен комментарий, еще вопросы? У меня вопрос можно. Да, давайте. Ну вот, микрофон. Давайте, можете, тот, который... У меня вопрос такой. Распространение, да, работы этого приложения, охват, география сегодня какая? На сегодняшний день это Российская Федерация, поскольку мы имеем дело со всеми нашими мобильными операторами. Вот это был самый трудный момент. То есть мы приложение придумали и собрали намного быстрее, чем мы договаривались с Мегафотом. У нас ушло на это полтора месяца, и причем были звонки, истерики, чего только не было. МТС, Билайн, к счастью, нам все прошло в порядке. Сейчас мы думаем, я пока не знаю, насколько мы сможем это сделать, мы планируем, что мы доберемся и до Казахстана, и до Украины. Мы как бы обсуждаем, но пока что непонятно, когда и как это должно произойти. Спасибо. Вот момент такой еще. Сигнал о проблеме отправляется, а кто реагирует и как быстро реагирует? Я не до конца понял этот момент. Здесь мы опять-таки должны участвовать, конечно, российской специй, только потому, что в нашей стране нет закона о домашнем насилии. В нашей стране правоохранительные органы не совсем адекватно ведут себя на подобные заявления, да, и темы. Поэтому, как я сказала, до пяти контактов можно внести, то есть это кого-то маму, кого-то брату, кого-то, я не знаю, кто еще. Сейчас, опять-таки, не могу сказать ничего более конкретного. Мы обсуждаем возможность взаимодействия с одним ЧОПом, который сможет оперативно и на каких-то очень удобных условиях, то есть это не будет стоить для женщины состояние, быть под защитой этого ЧОПа. И имейте этот номер телефона в доверительных контактах. Спасибо. Есть ли еще вопросы? В принципе, у меня... Да, у меня просто такой прагматичный вопрос. То есть понятно, что система идеально работает, когда есть большое количество пользователей и есть хорошая осведомленность. Вот на текущий момент, ну, вы говорите, что статистика обнулялась, но, тем не менее, у вас, наверное, есть понимание примерно, сколько человек пользуется, ну, скажем так, сколько человек установило приложение, да, и следующий логичный вопрос, есть ли у вас статистика по как раз отправленным этим сообщениям и, возможно, какой-то живой фидбэк от людей, которых это спасло или не спасло, ну, любой опыт реальный, кроме того, что есть приложение, оно отлично работает. Спасибо. Ну, да, конечно. Ну, во-первых, я хотела все-таки сказать, что мне очень хотелось, чтобы этим приложением не пользовался никто, ни у кого не было необходимости им пользоваться, и, действительно, я рада, что многие люди воскачали и не используют. Во-вторых, у нас есть платформа Unicenter, за счет которой происходит как бы отправка сообщений, это платная услуга, поэтому каждое сообщение стоит денег, поэтому, конечно, видим списание, ну, как бы в день я могу сказать, что это порядка, ну, от 3 до 12. В день? Да, и же без списания. Да. То есть, опять-таки, мы можем понимать, что не обязательно должен быть какой-то акт страшной агрессии, то есть каждый человек использует по своему усмотрению, когда он хочет воспользоваться этой помощью. А всего пользователей? Вот когда это было, когда я смотрела, когда все еще было в порядке, у Android это было под 2000, не 2, у iOS это было, по-моему, около 800. Отлично. Большое спасибо. И тогда мы переходим к следующему нашему педалисту, Оксану Парамонова, координатор просветительской программы «Мы солдатские материи» Санкт-Петербурга. Вы, пожалуйста, расскажите про ваше приложение, даже, можно сказать, два приложения. Да, добрый вечер. У организации действительно два приложения в этом году вышли. Вышли они с интервалом в 5 месяцев. И первое, о каком я расскажу, и, собственно, в чем был замысел, мое участие в этом замысле, это приложение для призывников. Надо сказать, что, ну, до того, как я начну рассказывать о приложении, что, в общем-то, в общественном сознании призывник и военнослужащий — это почти одна и та же категория людей. И люди, которые не сталкиваются напрямую с проблемой призыва, они не ощущают разницы между приложением для призывника и приложением для военнослужащего. С одной стороны, это плюс, поскольку два приложения у нас есть, одно для узких категорий, но, как мы видим по обратной связи, иногда призывники устанавливают приложение для военнослужащих, военнослужащие устанавливают приложение для призывников. Хотя там есть, естественно, ну, смыслы задачи немножко разные, хотя много одинаковых, ну, подобных функций. Вот. С другой стороны, мне кажется, что это и, ну, в некотором смысле повлияло на продвижение, да, скажем так, и распространение этих приложений. Я об этом тоже скажу. Это довольно, на мой взгляд, интересный результат мы получили. Собственно, первое приложение, которое мы запустили в апреле, к первому апреля 2016 года, называется оно «Призывник онлайн». Я заранее прошу прощения за отсутствие дизайна, потому что у этого приложения до сих пор нет профессионального дизайна, и он, собственно, есть, но еще не запущен в хорошем дизайне, и поэтому вот то, что я вам покажу, оно вот пока вот в таком виде существует. И задумка сама родилась довольно давно, и смысл его был в том, чтобы создать некий путеводитель, где человек мог бы, выбрав из списка, ну, я сейчас тогда сразу покажу, да, из списка заранее установленных ситуаций, например, ну, с чем к нам чаще всего обращаются люди? Человек приходит и говорит, мне пришла повестка, да, и дальше начинаем разбираться, кто он, сколько ему лет, какой у него статус, какая повестка им пришла, там, ну, и так далее, какой сейчас сезон, там, призыв, не призыв, и так далее. Так вот, задача была сделать некий путеводитель, чтобы человек мог, ну, первичную свою ситуацию нажать, вот вы сейчас видите, там, я хочу в армию, я хочу на альтернативную службу, мне пришла повестка, ну, например, да, у меня отсрочка, меня вызывают в алькомат, и так далее. И мы набрали несколько таких ситуаций, с которыми чаще всего к нам обращаются. Дальше человек нажимает, ну, и переходит, и выбирает дальше и дальше, вот, собственно, пришла повестка, какая повестка, с какой целью, в какой период, и доходит до рекомендаций уже под его фактически конкретную ситуацию. И одновременно он может, там, выполнить эти рекомендации, получив, ну, там, если требуются какие-то тексты, заявлений, ну, в данном случае доверенности и так далее, он может сразу в этом приложении эти тексты, там, сохранить, прочитать, там, распечатать, я не знаю, там, что угодно. Вот, то есть, фактически, это электронный путеводитель, который был призван, ну, в общем, снизить, в том числе, количество обращений в организацию с такими вопросами, ну, первичными, да, чтобы у человека был некий инструмент, когда он совсем не в теме. Ну, само собой, в этом приложении мы закладывали и сделали возможность связаться с организацией различными способами. Здесь есть возможность, там, написать письмо, которое приходит на электронную почту, и на которое мы оперативно отвечаем с вопросами. Опять-таки, я хочу обратить внимание, что письма, такие обращения поступают как от призывников, так и от военнослужащих. То есть, обращения, приложения используют и те, и другие. Здесь же есть возможность связаться с телефоном горячей линии. У нас есть, теперь уже, опять-таки, два мобильных телефона. Изначально был один, по которому человек, попавший в сложную ситуацию, находящийся непосредственно на месте событий, в военкомате, там, в медицинском учреждении, в военном госпитале, в части, мог связаться и получить рекомендации с места событий. То есть, не консультацию по всей своей ситуации, но вот что делать здесь и сейчас. Из приложений тоже есть такая возможность. С функцией кнопка безопасности здесь, наверное, мы можем говорить о большей актуальности этой функции для военнослужащих. И она есть в другом приложении, естественно. Но здесь мы тоже сочли нужным это сделать, поскольку еще, там, пару лет назад в Санкт-Петербург сотрясали массовые облавы, например, на призывников. В больших городах вообще это не редкость, когда полицейские останавливают на улице, когда, значит, требуют документы, приходят домой. У нас были, ну, там, на сотни исчислялись количество обращений по этому поводу. И поэтому мы сделали такую кнопку, у которой можно эту функцию заранее, там, прописав, опять-таки, телефоны, на которой будет в случае необходимости при, там, нажатии на кнопку включения телефона приходить сообщение с текстом, что я в опасности, и, опять-таки, местонахождение, ну, где координаты, где человек находится. Вот то, о чем мы получили, я лично, там, получала обратную связь от пользователей, то, что, на наш взгляд, кажется полезным в этом приложении, есть возможность связаться с местом события, опять-таки, с надзорными органами. Не только с нашей горячей линией, но и непосредственно позвонить, там, прокуратуру, в командование округом. Не всегда это мера, ну, если говорить о том, что это, как мера, да, предотвращение преступления или правонарушения и так далее, она не всегда своевременна, но, например, для призывников это крайне важно, потому что люди приходят, там, в инкомат, сталкиваются, ну, условно, простой пример. В приемный день человек приходит ознакомиться со своим личным делом, ну, а ему говорят, что, извини, дорогой, сегодня приема нет, все ушли на фронт, да, и, как бы, он оказывается вот в таком положении. И в этом случае мы всегда рекомендуем, что, ребят, берите с собой, ну, контакты надзорных органов, но вместо событий звоните, потому что прием должен быть организован и все такое. И, в общем-то, вот, Нарок рассказывал, что вот эта функция используется вот там, что не надо с собой, там, носить список телефонов, что он есть в приложении. И, возможно, позвонить. Также там есть, ну, некоторые специфические функции, например, отдельно хочу сказать о группе поддержки. Что это такое? Мы, я сейчас вот сидела и думала, что, может быть, оно несколько, ну, переизбыточно функциями, но вот про группу поддержки хочу отдельно сказать. Люди, установившие приложение, могут подать заявку и включиться в группу поддержки. Это значит, что у всех, у кого приложение стоит на телефоне, придет уведомление. Вот добавлен еще один человек. Что это значит? Это значит, что я, например, ну, я не знаю, там, вот, на днях разговаривала с молодым человеком из Московской области, город Балашиха, консультировала его по скайпу. Вот он, значит, в приложении смотрит, из Балашихи есть еще там пять человек. И есть возможность сразу и позвонить таких же призывников, и обменяться контактами, и действовать совместно. Это инструмент достаточно давно используемой организации, и мы, значит, необходимым в приложении вот это тоже заложить. Ну, и также на этом слайде вы увидите здесь динамика скачиваний со слов разработчика. Это, в общем, самый первый пик был, да, 78 скачиваний в день. Потом он на фоне рекламной кампании, мы с 15 сентября провели, у нас появилась возможность, мы провели кампанию вот этих обоих приложений. На фоне этой кампании, значит, было 100-110 скачиваний в сутки, а сейчас примерно вот такая, 10-15, да, то есть на спад немножко все пошло. Естественно, скачивание в том числе зависит от сезона, ну, от рекламы, которая есть, и у нас нет ее возможности делать постоянно, но периодически там, ну, хотя бы там один раз, там, не знаю, год, да, может быть. Все опять-таки зависит от возможностей, в смысле средств. И вот на данный момент актуальные цифры скачано больше тысячи, больше тысячи человек скачало, но вот, ну, на мой взгляд, такая тоже оба предложения, вот примерно, ну, получается, что меньше половины фактически используют, да, то есть народ скачивает и удаляет. Почему? Мне сложно говорить. Ну, по призывнику онлайна я могу говорить, что, может быть, это из-за дизайна, в том числе, потому что он не очень такой читабельный пока, но, может быть, какие-то есть иные причины, это надо как-то думать в этом направлении. Вот. Ну, здесь про СМИ. Про второе предложение я долго не буду, я только покажу, что оно, ну, с нормальным дизайном. Задачей его была, как раз основная задача для военнослужащих, тревожная кнопка, чтобы он мог отправить сообщение. Ну, опять-таки, тут среди коллег были такие мысли, что как, там, когда военнослужащие, которого бьют, да, там, может отправить сообщение. И вообще вопрос в телефонах в армии тоже возникал, хотя законодательно это закреплено, но практически мы знаем, что это большая у многих частей проблема. Но, кроме того, этим предложением могут пользоваться, там можно выбрать, вы военнослужащий или вы родственник военнослужащего, и если вы родственник, то там есть, в общем, законы, и есть вот эти часто задаваемые вопросы. Опять-таки, много социальных вопросов, мы постарались тоже их заложить все, чтобы у людей была возможность снять эти вопросы, не обращаясь там или не копаясь в самостоятельном законодательстве подробно. Вот, собственно, сама тревожная кнопка, и опять-таки, там, она нажатием на кнопку питания направляется сообщение при настройке. Контакты надзорных органов, связь с юристом, то есть здесь примерно тот же самый расклад по функциям. Относительно распространения. Вот армия закон у нас вышла с 1 сентября, и за этот период его скачало уже больше 2000 человек. Вы видите, что разница в два раза превышает первое предложение, при том, что пользуются им фактически два месяца, да, там оно существует. И очень много СМИ там в первые несколько дней после запуска об этом написали, причем федеральных СМИ, ну и написали как там предложение по борьбе с дедовщиной, условно говоря, да, и все потом перепечатали, в общем, более 90 публикаций было, и в первый день к нам уже поступили несколько обращений от военнослужащих, которые установили это предложение. То есть это говорит, в общем-то, о востребованности. Но опять-таки я скажу, что много обращений поступает от призывников через это предложение, да, то есть люди как бы, ну, не понимают, в чем разница, да, между призывником и военнослужащим. Скорее, ну, наш такой профессиональный нюанс, да, если можно так сказать. Вот, по-моему, это все, что я хотела вам сказать. Спасибо. Отлично, большое спасибо. Коллеги, есть ли вопросы, вот, конкретно как Сане? Да, пожалуйста. Вот, смотрите, вы обозначили то, что, ну, не понимает разницы, не появлялась ли идея интегрировать эти два приложения, да, если условно универсальное приложение для любого человека, который какое-то имеет отношение к потенциальной службе или уже фактической службе в вооруженных силах, тогда просто человек обозначает, какой у него, там, на текущий момент статус, и автоматически у него тогда появляются опции, что он может сделать и так далее. Мне кажется, это проще, чем потом пытаться разобраться с призывниками, которые решили, что они уже военнослужащие, а наоборот. Не, ну, спасибо, да, это, на самом деле, у нас почему-то такой идеи не возникало, но вообще это логичная мысль, может быть, мы в дальнейшем так и сделаем, но просто изначально, ну, я уже сказала о том, что призывник онлайн создавался именно как путеводитель по, ну, там, не знаю, порядка 15 ситуаций конкретных, и, может быть, это будет избыточно, там, информация, там, для военнослужащих, если в этом, потому что для военнослужащих ключевое все-таки, ну, вот, коллеги отмечают, кто работает у нас с военнослужащими, что много очень обращений поступает через приложение от контрактников. У них постоянно есть телефон, и они, ну, здесь тоже есть определенный перекос, потому что они используют это как возможность, там, бесплатной юридической помощи. И вот там по социальным, по выплатам, по льготам, то есть не совсем правозащитная функция, вот, ну, может быть, об этом можно думать, я думаю, что мы будем об этом думать со временем, но думать, опять-таки, как это сделать, чтобы, ну, и те, и другие задачи были совмещены. Вот, наверное, как-то так. Я себе позволю вопрос, прежде чем мы перейдем к докладу Стива. Вот я правильно понимаю, что у вас разница между двумя запусками была несколько месяцев, и второй запуск был успешнее, чем первый, да? Вы могли бы описать, собственно, причину успеха, если они есть, если они выделяются, вот, и, скажем так, было ли у вас какое-то накопление опыта, да, чего это стоит делать, какие ошибки не стоит совершать? Ну, на мой взгляд, это, если, ну, вот, как я понимаю, причина успеха – это то, что в нашем обществе существует понимание угрозы для военнослужащих. И если подавать, там, ну, второе предложение было подано, да, то есть для призывников у нас угрозы не существует такой, ну, то есть нет в общественном сознании, что вот что-то такое может произойти, ну, да, там, его, там, незаконно вызывают повестками, незаконно, там, направляют, ну, там, препятствуют альтернативной службе, чтобы он туда направился и так далее, да, все это есть, но все-таки угрозы жизни, там, угрозы здоровья у нас в большей степени для военнослужащих. И, в общем-то, при правильной подаче предложения, а на мой взгляд, она была более правильной, чем с первым предложением, да, что действительно это возможность, ну, вот, минимизировать вот эти угрозы для солдата. И, ну, это про открытость, это про безопасность военнослужащих и так далее. То есть, на мой взгляд, это просто вот, ну, как бы, такой более удачный был, было сформулировано более удачные вот эти задачи, да, в предложении этого. И я общалась с пресс-секретарем и спрашивала, давал ли он специально какую-то информацию в СМИ по этому поводу, ну, каким-то СМИ, которые задают тот всем остальным. Он сказал, что нет, но несколько федеральных СМИ сделали публикации, которые просто потом все остальные перепечатывали. Но про армию закон напечатывал даже, не знаю, какой он там, интернет-журнал, или есть журнал «Русский мир» называется. И вот уже много фига. Ну, то есть, очень-очень странные ресурсы в том числе, да, про это написали. Но мне кажется, что это вопрос к нам, как мы подавали. Ну, и вопрос, конечно, к визуализации. То есть, второе приложение более удачное. Ну, тут что говорить. Отлично, спасибо. Маленькое замечание сделаю, просто успел подыкать в приложение, уже пока говорили. В первом приложении не сразу понятно, что нужно нажать на логотип, чтобы перейти к... Да, это уже была такая рактная связь. И чисто мысль по поводу того, что вы говорили, что красоты приложения вначале много устанавливали и сразу почти удаляли. Есть такая мысль, что скачивали не те, у кого есть проблемы с тем, что их незаконно призывают в армию, а те, кто хотят, скажем так, законной армии избежать. Хотя по закону... То есть те, кто хочет откосить от армии. Наверняка их скачивали изначально, в большей части. И потом они видели, что нет ответа, как откосить от армии не видят, и удаляли как. То есть мы должны были буквально использовать эти слова, но вот я... То есть нет, а просто эти люди, скорее всего, первые, кто скачивал, а не те, у кого были проблемы с незаконным призывом, скажем так. Понимаете, в чем дело? Слово «откосить» я, в принципе, не использую ни в своей лексике, ни... Но когда мы говорим о незаконном призыве, в общем-то, да, я не знаю, что подразумевается по словам «откосить» для тех людей, которые его используют. «Откосить» — это в том смысле, что у меня есть заболевание, но меня там... Да, это называется, что у человека нет ни оснований пойти, но он не хочет. А, ну... Скорее всего, эти люди скачивали, не напомнили ответа, и удаляли как. Ну, ответ на такие вопросы мы не можем поместить в приложение. Спасибо за комментарий, но я, правда, не уверена, что это так, если честно. По поводу первого вашего комментария, спасибо. Мы, правда, знаем, но в дизайне, я думаю, что мы как-то будем этот вопрос решить. Отлично. Спасибо большое. Я хотел бы представить, собственно, пневеста следующего Стива Калинца, координатора общественного движения «Красивый Псер-блок». Спасибо большое. Если можно, я стою, чтобы увидеть, что про них происходит. Может, пересядимся туда? Или могу пересесть, да, если кто-то у меня. Можно сюда? Да, конечно. Спасибо. Так, что-то картинку не показывать. Надо вас переключить? Так, слушайте. Так, наверное, та же проблема, что я ее... Сейчас, секунду. Не запустим. Мне кажется, там просто неудачно встроено. Это, по-моему, после флешки. Может, скопировать флешки просто на компьютер и запустить? Нет. Вот. Теперь все хорошо. Спасибо. Спасибо. Сперва, буквально в двух словах скажу, что такое движение «Красивый Псер-блок». Это такое общественное движение за улучшение качества городской среды. Подробнее именно про то, как движение, как общественная единица, как элемент объединения граждан, наверное, я буду рассказывать уже в следующей сессии. Сейчас я расскажу именно про вопросы технологии, вопросы того, как вообще граждане могут участвовать в улучшении своего города и как на помощь при этом приходят мобильные технологии в том числе. Вот такая заглавная картинка, показывающая о том, как из одного состояния перейти в другое, но при этом не ожидая долгие годы, порой десятилетия, какого-то такого блага сверху, но активно напирая на ответственных должностных лиц, которые могут принимать решения по улучшению города. Собственно, о том, что такое проблема городской среды, в принципе, рассказывать не нужно. Буквально в любом городе, включая и Петербург, и Москву, есть огромное количество вещей, которые раздражают многих людей, которые мешают комфортно перемещаться по городу, которые мешают жить. Но, конечно же, люди хотят видеть качественную городскую среду, благоустроенную, с хорошими общественными пространствами, с интересными местами для отдыха, ну и вообще просто банально с ровными дорогами, с чистыми парками, да, с благоустроенными дворами. Собственно, возникает вопрос, как граждане могут этого всего требовать. Традиционно у нас складывались у людей с чиновниками какие отношения? Это или ходить пешком на всякие приемы и где-то что-то выпрашивать, или написать письма в конвертах, слать на деревню дедушке чиновнику обращения. Благо, к нам технологии с семимильными шагами в 21 веке пришли, и в 2010 году была принята поправка в федеральный закон номер 59 об обращении граждан Российской Федерации. И в этой поправке появилась фраза про то, что граждане Российской Федерации имеют право обращаться в электронной форуме. С тех пор у чиновников наступила новая эра. То есть люди, вот так вот люди не хотят. То есть так делают, вот как на этой картинке, что походы к чиновникам, что письма на бумаге, там, не знаю, 0-0-0-1 процент от всего населения. Люди хотят вот раз-два-три, да? А можно просить вот мышкой чуть-чуть подвинуть, а то, кажется, там из-за этого всплывающая картинка все время. Да, спасибо. Люди хотят вот просто раз-два-три сфотографировать проблему, отправить ее, и потом ждать, что здесь хорошее произойдет. Вот, собственно, такой вот лозунг нашего мобильного инструмента, да? А теперь давайте посмотрим, как такое пожелание людей стало исполняться чиновниками под натиском поправки в закон, да? Чиновники устроили инновации, да, они на своих сайтах создали электронные приемные, в которых нужно заполнить миллиард разных полей, включая там указания, являясь ли там участником там афганских компаний и всего прочего. Хотя гражданин просто хотел отправить, например, обращение, что у него газон в плохом состоянии укладов. Стали создаваться различные непонятные формы электронных приемных, вот это не фотошоп, это реальная фотография, да, вот электронная приемная президент Российской Федерации, там часы работы, обед и так далее. Ну, то есть для современного человека, ну, это все очень комично. И на фоне вот такой, как бы, инновации, приходящей сверху, у адекватных людей, которые хотят хороших изменений, начала возникать потребность на создание удобных действительных инструментов, которые удовлетворяют этому принципу раз-два-три, которые позволяют отправлять свои запросы чиновникам, чтобы те с ними вынуждены были работать. Собственно, так появился изначально сайт движения Красивый Петербург, красивыйпетербург.рф, который, собственно, позволял автоматизировать вот весь процесс отправки гражданами обращений, то есть людям не надо писать какие-либо тексты, там, прошу, там, мне сделать то-то, сё-то. Всё, что нужно сделать человеку, там, сделать фотографию места, потом на сайте выбрать проблему, отметить, где это было, и текст автоматически генерируется и отправляется. Вот, но это, как бы, это было классное достижение, это случилось в 2002 году, тогда ещё ни у кого подобного не было, тогда ещё никаких не было в Москве, собственно, город Мосру, не было, естественно, в Петербурге правительственных интернативных сайтов и, естественно, приложений. Тогда это было в новинку, люди активно подхватили, и пошло-поехало. Но, как бы, возникает вопрос, ребята, если есть такой классный сайт, зачем мобильные технологии? Ну, довольно всё очевидно, да, сейчас, вот, правильно было сказано, мобильные телефоны вообще практически у всех, смартфоны уже у очень многих. Смартфон умеет делать абсолютно всё то, что нужно для того, чтобы гражданин сообщил о какой-то проблеме. Смартфон умеет сфотографировать, смартфон знает, где вы находитесь, очень точно, и смартфон постоянно общается с интернетом. Соответственно, процесс сообщения о какой-то проблеме городской среды, он сводится буквально секундам. И таким образом появилось мобильное приложение «Красивый мир». Стало оно так называться, потеряв название Петербурга, по той логичной причине, что по примеру нашего движения стали создаваться такие же гражданские инициативы во многих других городах. На сегодняшний день это более 50 городов в России, которые подхватили нашу идею. Таким образом, процесс обращения граждан к чиновникам был упрощен до максимального, скажем так, предела. То есть сейчас гражданину, чтобы сообщить о проблеме городской среды, нужно просто её увидеть, остановиться и сделать несколько нажатий в экран своего мобильного телефона, сфотографировав эту проблему и подтвердив геолокацию, увидев текст, который сгенерировался, и нажав кнопочку. Таким образом решена главная задача — сделать человеку просто. Ну, если смотреть в общих цифрах статистики, то, конечно, цифры уже довольно серьёзные. Мобильные приложения появились у нас в 2014 году. Тем не менее, статистика накапливает опыты прошлых лет. И вот дальше я сейчас покажу, вот это общие результаты, да. А теперь немножко по динамике. Вот эта общая динамика по отправке и через приложение, и через сайт. У многих будут вопросы, почему в 2016 году, хотя, конечно, ещё не полный год, но очевиден. Такой, ну, скажем так, да, спад. Не могу сказать, что это какая-то деградация гражданской активности. Я думаю, что за пределами доклада наверняка будет вопрос, и я объясню, с чем это связано, да. А теперь давайте посмотрим, собственно, как люди пользуются мобильными приложениями. Вот в 2014 году появилось приложение на Android, к сожалению, по iOS. На текущий момент не было возможности получить подробную статистику. Ну, скажем так, треть всех обращений на сегодняшний день уже отправляется исключительно через мобильное приложение. Ну, в данном случае для Android. На следующем слайде мы использовали, скажем так, аналитические данные о распространении iOS смартфонов и Android, и попытались сделать такое распределение более-менее близкое к реальности. Ну, в общем, да, где-то вот около трети, чуть больше людей пользуются приложением. Если честно, когда я собирал эту статистику, ожидал, что в 2016 году у нас, не знаю, процентов 60-70 уже будут использовать исключительно мобильные приложения, потому что это кажется очень просто. Но, тем не менее, большая доля людей, которые фотографируют, видимо, фотоаппаратами или даже телефонами, но не пользуются приложениями. Вот. На этом, в целом, я, наверное, доклад закончу, и наверняка есть вопросы, в ходе которых можно прояснить какие-то вещи. Так, Олег, вопрос, пожалуйста. Вопрос такой, просто непольная тема в моем городе, вот сейчас вот зашел, Архангельс, зашел на портовки на газу, но там есть галочка по личному штателек ответственности, видимо, по фотографии. Но, допустим, не знаю, как у вас, у нас ДПВД сейчас требует письменно прийти вживую и поставить подпись. Даже если вы отправили, допустим, обращение через форум сайта ДПВД. То есть, как этот вопрос? Да, смотрите, здесь важная ремарка всегда. Все, во-первых, очень сильно зависит от региона, потому что очень многие нарушения городской среды, они завязаны на местном законодательстве. А во-вторых, очень сильно зависит от субъективных оценок закона со стороны тех или иных чиновников. То есть, даже, не надо брать другие города, даже внутри города Санкт-Петербурга, условно разные районные подразделения ОМВД, например, имеют разную практику. Кто-то, кому-то достаточно фотографий гражданина, чтобы оформить дело, например, а кто-то действительно требует, что нужно прийти вживую, оставить свою подпись с паспортными данными, и таким образом будет принято какие-то процессуальные решения для возбуждения административного дела. То есть, действительно, это субъективные вещи, и, к сожалению, на очень многие вещи мы, как гражданская инициатива, повлиять не можем. Есть случаи, да, когда просто идет беззаконие, и тогда остается уповать лишь на действия прокуратуры, которая сможет разобраться в ответ на соответствующую жалобу. Вот. Но зачастую, к сожалению, действительно бывает ситуация, когда граждане бессильны перед, ну, не хочется бросаться громкими словами, вроде произвола чиновников, но перед, как правило, неграмотностью чиновников. Вот. Но важная ремарка, да, то есть приложение наше функционирует в всех регионах, в которых есть инициативные группы, объединившиеся и запустившиеся. То есть технически, конечно же, нет проблемы запустить универсальный инструмент, который автоматически просто подставит имейлы. Ну, да, да, да. То есть это очень частый вопрос, да. И это не случайность. Технически нет никаких проблем забить там электронные адреса во всех субъектах федерации, и вот все, есть инструмент, как попало, он будет работать. Отвечая одновременно и на проблемы первого вопроса, очень часто результативность обращений граждан зависит от того гражданского напора, того запроса, который создался в городе. То есть были примеры, когда в маленьких городах один человек взывался, сделайте сайт, я вот один буду отправлять. И, к сожалению, он сталкивался с тем, что его просто банально игнорировали, говорили, кто ты такой? Он говорил, я гражданин Российской Федерации. Но они говорили, молодец, гражданин Российской Федерации, но нет, извини, вот у нас Россия, да. Но были ситуации, когда люди объединились, у них есть сообщество, у них есть такая гражданская активность с кое-какой, но все-таки медийной поддержкой. И тогда чиновники при попытке завернуть людей, они сталкивались с маленьким, многоражданским протестом. Поэтому просто по опыту мы вывели для себя такую формулу, что пока нет самоорганизовавшихся, объединившихся людей, такие инициативы, они будут исключительно техническими инструментами, а это не то, чего хотелось бы достичь. Вы частично ответили на мой вопрос уже, но я хотел больше еще про юридическую часть затронуть. Если у вас какая-нибудь юридическая помощь в случае, вот, допустим, у меня был случай, я пользовался похожими услугами, только у нас ЖКХ, по-моему, я отправил через него жалобу, описал, все хорошо. Во-первых, мне позвонили из города администрации, попросили больше так не делать. Вот, если что, идти к ним, а не писать. Во-вторых, мне в итоге пришли от водоканала, от многих этих отписки, что у вас, точнее, чуть-чуть назад по времени вернусь, приходят сначала сантехники, замеряют напор холодной воды. Да, в три раза меньше, чем должен быть. Да, я уже пять лет хожу, и бесполезно вы... Я спрошу, есть ли смысл писать? Нет, я пять лет хожу, уже это, ничем так не решится. На следующий день приходит девушка из водоканала, при ней все это тоже самое повторяется, все те же результаты, и вот через неделю мне приходит просто отписка от водоканала, что у вас все в пределах нормы, останьте от нас, что вы тут бучок поднимаете. И все, я не могу ничего сделать. Оставка вот этого у меня под ВКонтакте есть, с этой отпиской от водоканала. Это все, что я смогу сделать. Есть ли у вас какая-то возможность юридически на это повлиять, чтобы думать посильнее? Ну, во-первых, вам вообще повезло, чтобы вам кто-то приходил, сами общались и что-то замеряли. Это уже классно, да? То есть очень много есть ситуаций, когда просто полное игнорирование и тишина. А теперь, вот, кстати, хороший пример. Вот РОЖКХ, ну, это тоже очень классная инициатива и все такое, да. Но вот пример, когда создан инструмент без какой-то поддержки, поддержки, ну, конкретизированного сообщества, да, то есть во всех регионах технически отправляется во все ведомства. Вот вы сталкивались с такой ситуацией, и, как бы, к кому обратиться? Ну, там, к фонду борьбы с коррупцией, который, там, основал. Ну, как бы, они не знают суть работы вашего РЖК, они не знают этих проблем. У нас, ну, как бы, так как это все гражданская инициатива, да, то есть нет, там, ответственного юриста, который отвечает на вопросы, там, участников сообщества. Но, тем не менее, там, в той же соцсети ВКонтакте есть крупное сообщество движения «Красивый Петербург», у которого, там, больше 50 тысяч человек, где есть, там, примеры, что делать, если. Там, что делать, если мне пришла такая-то отписка? А вот, ребята, вот в прокуратуру вот с таким вот шаблоном напишите. Что делать, если, там, мне позвонили, например, да, и, там, стали угрожать? Там, вот, ребята, делаем это и это. Ну, как правило, могу сказать, что за всю историю больше, чем 4-летнюю, таких вещей, что кто-то действительно позвонил и прямо угрожал, было буквально 2-3. Мы очень жестко тогда реагировали на эти штуки. И, в общем, очень не здоровилось тем, кто угрожал. Отлично. Григорий Данилов, Московская школа политтехнологий. Короткий вопрос. Откуда были взяты средства для создания продукта и старта его, и продвижения? И какие-то затраты сейчас на содержание тоже, наверное, есть. И откуда вы их не все понимаете? Да, значит, стоимость запуска сайта и мобильных приложений 0 рублей, стоимость поддержки, ну, это, там, хостинг в год, сколько там, тысяча рублей, домен примерно столько. Да, это полностью гражданская инициатива. Начиналось это в 2012 году с того, что собралась, там, группа единомышленников, человек 10, и они вручную отправляли обращение. Потом один из них сказал, ребята, я умею делать сайты. Ну, собственно, то же самое и с приложением. Спасибо, это нормально, да. Стив, прошу прощения. Мне очень интересно всегда слушать Стива, но у нас есть еще двое участницы. И, собственно, вопрос, на самом деле, который я вот хотел бы уже задать из каких-то общих. Скажите, пожалуйста, вот мобильное приложение, да, оно заняло какую-то часть времени в этом году, да, оно опровождало ваше ожидание по своей эффективности. Вот есть позиции, которые я часто озвучиваю, что для многих проектов мобильное приложение – это красная Феррари. Вот хочется и все. Вот здесь в данном случае какова ваша оценка уже после какого-то эффекта тестирования, я думаю, для всех участников гражданского общества это важный вопрос, потому что многие, наверное, задумываются об этом. Я, конечно же, довольна тем, что мы сделали, потому что передо мной стояло две задачи и стоит по сей день, чтобы домашнее население воспринималось как норма. И, конечно же, когда мы делаем что-то в этом направлении, неважно, что об этом говорят люди, и кто-то задумывается, один человек задумывается, померяет отношения, уже ура. И второе – абсолютнейшее отсутствие информации, и поэтому, я говорю, что для меня намного важнее, что мы собрали базово на месте, то есть мы дали хотя бы те малейшие механизмы, которых не было. Поэтому мне кажется, что здесь не так важно, сколько людей его скачало, сколько людей им пользуется. Важно, что теперь это есть, а этого не было. Я бы, наверное, сказала, что это дополнительный ресурс просто для людей. Я не сказала, что это избыточная какая-то история для нас. Мы так или иначе стараемся отвечать на тот запрос, который приходит от общества. Мы понимаем, например, я знаю, что у нас сейчас большое направление работы с регионами, я знаю, что там в основном, конечно, люди пользуются сайтом, но все-таки распространение мобильных телефонов и возможность людям, у которых нет возможности там условно прийти в организацию, получить какие-то рекомендации на месте, получить их через разные каналы, в том числе через канал, который дает предложение. Мне кажется, что это важная история. Единственное, что, конечно, надо анализировать, у нас просто не хватает сил и времени на то, чтобы это делать как-то систематически. Действительно, почему много удалений, почему там какие-то есть проблемы, ну, я не озвучила, да, что есть проблемы, что вылетает ошибка на одном из... Но это технические моменты, которые мы пытаемся устранить, потому что я тоже хочу сказать, что предложение первое, которое для призывников, оно было сделано человеком, который, ну, в общем, имеет очень идейно близок к организации и занимается, занимался этим он безвозмездно. Это была, в общем, во многом его идея и первоначально, и замысел, и так далее. Потому что он сам с этим сталкивался, и для него это такая больная тема была, и он это реализовывал. Ну, вот, мне кажется, что это для регионов очень полезно, хотя, конечно, надо было бы как-то смотреть в сторону изменений и смотреть, какие функции там работают, какие нет. Но мы будем со временем это делать и что-то менять, очевидно. Спасибо. Спасибо. Давайте, собственно, если еще есть вопросы, давайте, пожалуйста. Спасибо, Алексей. Наверное, вопрос, вот, прежде всего, к последнему оратору, но, может быть, ко всем, да. Есть ли у вас, или вы планируете, может быть, как развитие данных приложений, какие-то инструменты гражданской активности, скажем так, внутри этого предложения. То есть, грубо говоря, может ли ваше приложение собирать людей в конкретном месте и решать проблему. Не жаловаться чиновнику, да, не посылать ему петицию, не ждать месяцами от него ответа, а просто собрать вместе группу гражданских активистов и, допустим, убрать свалку мусора, которая мешает красоте города. Спасибо. Спасибо. Скажем так, интегрировать такие функции именно в это приложение идеи нет, потому что вот конкретно приложение, вот его цель именно обеспечить удобный способ для гражданина пользоваться федеральным законом номер 59, да. Если говорить конкретно вот про движение Красивый Петербург, то в том числе обозначенное вами, там, не жаловаться, не просить, не ждать, а взять своими руками и сделать, в том случае, когда совсем уже людей достало, да, и то, что как бы должны делать другие, проще плюнуть и самостоятельно сделать, да. Этим занимаются в том числе участники, и вот в следующей сессии будет у меня выступление, я там останавливаюсь на этом, тоже как элементы гражданской активности, это вот локальные самостоятельные действия, вот, но конкретно в это приложение, нет, это не планируется интегрировать, планируется только вот совершенствовать как раз инструмент отправки обращений. Да, на самом деле Снежана задала правильный вопрос, потому что он, по сути, ведет вот к моему последнему вопросу, который я хотел задать, и, наверное, задам, вот, нам нужно закругляться, вот в ваших приложениях, которые вы сделали, насколько вот возможность, да, насколько вероятность вот действительно создания функций для горизонтального общения, для горизонтальных связей, вот Анна рассказывала про, соответственно, список контактов, возможно, приглашение ЧОПа для решения проблем, но вот думали ли вы о действительно о каком-то выходе на горизонталь? Я об этом немножко говорила, в первом приложении это функция группы поддержки, не всегда она, опять-таки мы можем там простыми словами объяснить, что это, но это функция, когда людям в других регионах могут объединиться и совместно решать какие-то вопросы, а во втором приложении мы сейчас делаем модуль для, ну, мобильный форум для родителей, военнослужащих, собственно, будет и сайт, и вот мобильная версия дополнения, чтобы родители могли, ну, в идеале контролировать прохождение службы в том смысле, что, ну, может быть, вы знаете, что есть такие родительские комитеты, которые созданы государством в районских частях, и которые, в общем, фактически не функционируют, потому что там один человек на пять регионов, и, в общем, который реально не занимается ничем, мы бы хотели оживить эту историю, в том числе используя вот этот инструмент. Да, я быстро скажу, мне нечего особо сказать, потому что я даже не представляю, как мы можем в рамках приложения это сделать, но в рамках проекта, конечно, уже у нас есть огромное количество идей, вот, и мы будем стараться вот это рассказать. Отлично, большое спасибо, коллеги, давайте поаплодируем нашим участникам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!